Добрый день, уважаемые зрители! Продолжаем рубрику ответов на ваши вопросы. Добрый день всем, всем коллегам, инвесторам, партнерам. Добрый день, всем зрителям. Собственно, вопрос. И хейтерам тоже. Тоже, да? Здравствуйте. Добрый день. Является ли RED, то есть русские электрические двигатели, конкурентами SoloMesh? Ну, по идее, все конкуренты до поры до времени. И Siemens, и IBB, и NRAL, и все остальные компании, занимающиеся разработкой в той или иной мере производства двигателей, являются конкурентами. Но, в конечном счете, до какой степени, до каких пор конкуренты. Потому что на сегодняшний день подавляющее большинство компаний делают двигатели классом энергоэффективности не выше Е2. Мы Е3 выше. Площадки разные. Что делает компания RED? Русские электрические двигатели. У них там есть синий, оранжевый, желтый двигатель. Угу. Разные двигатели. И мы с ними связывались. Есть переписка. Предложили, что они могут подтвердить параметры своих двигателей у нас в лаборатории. Ну, недавно ролик был же, у нас приезжала одна компания, делали тесты. Они же сами сказали, что боялись, они приехали. Ну, они позвонили к нам и сказали, приезжайте. Сейчас еще будут продолжения, они доработают свою машину и будут продолжения. Значит, когда с этими списались ребятами, у них, во-первых, конфиденциальность, их ноу-хау. Мы должны обеспечить. Это каким боком мы им конфиденциальность будем обеспечивать. Мы что, двигатели им открывать будем или еще что? Для проведения испытаний. Вы приезжайте, пожалуйста, при вас испытаем. Нет, мы должны подписывать. Ребят, мы в ваши моторы заглядывать не собираемся и не будем. Это одно. Второе. Подпишитесь там с охранностью и так далее. Какую сохранность? Вы приезжаете, привозите. То, что вас выпустят отсюда, мы гарантируем. Да, это можем из гарантии. А там всякие сохранности и так далее. Откуда мы знаем, вы должны акты, протоколы и так далее составлять? Двигатели вы пломбируете. Ну, короче, включили такую позицию. Ну, сказали, ребята, как хотите. Это ваши проблемы, это не наши проблемы. Вот. Плюс ко всему, мы же занимаемся асинхронными двигателями. А у них не только асинхроники. Они представили мотор-колесо, свои уникальные конструкции. Я не могу утверждать какие-то параметры, то, что они, во всяком случае, называют. Ну, вы сами можете посмотреть ролики. Они позиционируют ее, как мотор-колесо 1 кВт мощности. Вот у нас Алексей Обчаренко, оператор, у него велосипед он сейчас ездит на нем. Такие же габариты поменьше. Алексей, сколько там? 3 кВт у тебя? 3,5 кВт. 3,5 кВт. Ну, я надеюсь, что эта компания вырастет и будет дальше развиваться, что это первые шаги. И дальше будут достижения у них более выдающиеся, еще выше. И будет приятно поконкурировать, потому что, когда это отечественная компания, вдвойне приятно конкурировать. Потому что только лишь в борьбе проявляются лучшие силы. Потому что, если нет борьбы, если нет конкуренции, нет стимула. А фактически стагнация неизбежна. Поэтому, как бы, хочу, чтобы стали конкуренты. Спасибо за ответ. Спасибо за вопрос.